Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу с Тиграном Авакяном. Обсудим с ним развитие событий в Украине, о текущих боевых действиях на данном фронте. Господин Авакян, здравствуйте! Как у вас обстоят дела? Здравствуйте, Мушек! Здравствуйте! Господин Авакян, анонсирована встреча в Киеве с Эммануэлем Макроном, Марио Драги и канцлером Германии Шольцем. Какие ожидания от этой встречи? Тем более мы перед этим слышали такую вот критику немножко в отношении западных партнеров от лица Владимира Зеленского. Было заявление о том, что Запад не поставил обещанную технику, то есть около 10%. Это такая игра, это такой торг с западными партнерами или что на самом деле за этим скрывается? Дело в том, что Владимир Зеленский как президент и главнокомандующий несет ответственность за жизнь и безопасность граждан Украины. И когда Владимир Зеленский видит, что поставки техники недостаточны, что от поставок техники зависят жизни тысяч людей, как мирных граждан, так и военных, то безусловно его критика однозначно справедлива и все гражданское сообщество страны поддерживает президента в этом вопросе. Дело в том, что я бы разделил союзников Украины на сильных союзников и тех союзников, которые пытаются во многом более решать свои вопросы, чем интересуются интересами Украины. И которые во многом выбирают экономические интересы очевидно. Дело в том, что безусловно Украину однозначно поддерживают Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Украину очень серьезно поддерживают страны Северной Европы, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, страны Прибалтики и Польша. Если же мы говорим о странах континентальной Европы, таких как Франция, то очевидно, что Франция считает, что она находится далеко и что при любом лишении конфликта оно будет, возможно, приемлемым и выгодным для Франции. То есть такая позиция присутствует. Также и позиция Германии, которая давала много обещаний по поводу поставок вооружений. И реально, если мы будем смотреть и анализировать все поставки вооружений стран континентальной Европы, Франции, Германии, Италии, Испании, то это очень незначительный и несущественный поставок. Поэтому украинская армия оперирует в основном поставками очень серьезными со стороны Великобритании, Соединенных Штатов Америки и выше перечисленных мной стран. Попытки договориться за счет интересов Украины, они неприемлемы и они обречены на неудачу вследствие того, что Украина демократическое государство и президент не может распоряжаться территориями, как и ни один орган исполнительной либо законодательной власти. Попытки найти решение для того, чтобы Путин сохранил лицо и не обидит Россию, они приведут только к еще большему увеличению аппетитов России. Так как Россия восстанавливает империю. Россия восстанавливает империю, которая рухнула в 1917 году. Россия расуществовала в виде СССР, потом уменьшилась до размеров Российской Федерации и сейчас это попытка российских элит, России как государства, восстановить империю на первом этапе за счет тех народов, которые входили в состав Союза Советских Социалистических Республик. И Россия любые уступки будет воспринимать как слабость, это логично. И будет пытаться аккумулировать, набирать силы для того, чтобы двигаться вперед. У Украины нет столько времени для того, чтобы ждать, когда постепенно эти вооружения будут приходить. Именно этим объясняется выступление президента страны и выступление других руководителей государства, которые объясняют, что это не есть время для торга и не есть время для анализа, дадим ли мы наступательное вооружение или нет, когда российская армия уничтожает города, мирную инфраструктуру и погибают тысячи граждан. Господин Авакин, а может ли это быть попыткой со стороны России внести расколы в западную цивилизацию? Ну, однозначно. Дело в том, что это война. Война ведется как в военном поле, так и в информационном поле, так и в других плоскостях. Безусловно, что Россия пытается использовать экономический фактор, фактор энергоносителей, фактор сохранения комфорта, к которому привыкли в Германии, во Франции, в Италии за счет торговли с Россией для того, чтобы продавливать свою внешнюю политику. И России многое в этом направлении удается. Это война, и каждый из государств использует все доступные методы. Россия также использует и запрещенные методы. Но мы должны понимать, что целью России есть восстановление империи. Это главная цель, над которой Россия готова пойти на любые шаги. И для нас важно, чтобы на Западе, в континентальной Европе понимали всю ту цену, которую платит Украина, и которую, если сейчас Россию не остановить, будет платить вся Европа и весь мир. Господин Вакин, в свою очередь, также вас похвалил Папа Римский Франциск. Сказал, что украинский народ героический народ, и он противостоит России. Хотя он не захотел, так сказать, провести грань между добром и злом, ему для него это сложно было. Насколько вот эта похвала, как-никак Папа Римский не последний человек в этом мире? Что для Украины это значит? Хотя, конечно же, Украина это православное государство, ну, по основной массе населения Украины. Ну, у нас, в принципе, в Украине около 20% населения относятся к греко-католикам и рима-католикам. Пятая часть населения, приблизительно. Но суть не в этом. Я бы глобально разделил два концепта отношения к Украине. Это концепт Папы Римского и Генри Киссенджера, который говорит о том, что надо договориться с Россией, надо позволить Путину сохранить лицо, возможно, надо отдать какие-то территории. Вот. И согласиться с тем, с чем Путин, с той точкой, на которой Путин готов остановиться на данный момент. Это один концепт. И второй концепт, это приблизительно концепт Джорджа Сороса, который говорит, надо воевать до победного конца. И первый, и второй концепт имеют свои недостатки. Потому что и первый, и второй концепт имеют цену, которую Украина должна заплатить как за первый, как и за второй вариант. На данном этапе у Украины не остается никаких возможностей, кроме как воевать. Потому что любые другие действия на данном этапе есть гибель для государства. Украина воюет достаточно успешно на данном этапе. Те потери территории, которые имеются на данный момент, носят тактический характер. То есть где-то украинская армия наступает, где-то отступает. На юге наступает, на востоке отступает. На севере линия фронта колеблется. Вот. Безусловно, что насыщение украинской армией новым вооружением усиливает сопротивляемость войск. Господин Авакян, а есть ли грани, вокруг которых Украина может вести переговоры с Россией? Есть ли пределы, при которых данное государство способно вести в целом? Есть пределы или какие-либо точки соприкосновения с данным государством после всего этого? Вы понимаете, восстановление территориальной целостности является однозначным условием территориальной целостности страны и вывода российских войск. Вопрос в том, от какого числа мы будем отталкиваться дня нападения России 24 февраля, либо от вторжения России в 2014 году. Вот. Здесь нужно понимать, какие гарантии Украина получит и в каком случае. Дело в том, что перемирие без получения жестких гарантий безопасности со стороны союзников, без предотвращения следующей войны в будущем, подобное перемирие ничего не стоит. Ясно. А вот готовящиеся новые объединения, вот Польша, Украина, Великобритания, насколько данный союз может быть сильным в плане обороны? Так как еще при Балтике, да, я забыл упомянуть, что может предоставить данный оборонный союз против России? Какой потенциал, какой ресурс у него есть? Есть. Дело в том, что Великобритания очень надежный союзник Украины, наиболее последовательный, защищающий интересы страны. Но объединение территориальное, оно может быть региональное, Великобритания далеко находится, да, это объединение Польши, Прибалтики, в основном мы говорим о Литве, Словакии, Украины в единое пространство. Подобная интеграция даст возможность демографически противостоять Российской Федерации. Подобная интеграция даст возможность на уровне промышленности и противостоять России, создать мощную оборонную систему вооруженных сил. И здесь вопрос, как это будет коррелироваться, соотноситься с тем, что Украина еще не есть членом Европейского Союза, а государства, которые предполагают конфедеративное объединение с Украиной, являются членами Европейского Союза. И поэтому об объединении в практической плоскости мы можем говорить после того, как Украина получит, как мы ожидаем, статус кандидата, члена Европейского Союза. И в любом случае будущего подобного объединения в рамках Европейского Союза и в рамках общей системы безопасности. Как вы думаете, Европа сможет принять Украину в свои члены еще до окончания войны в Украине? Или нужно будет поставить точку в войне, потом уже принятие... Говоря, я думаю, если мы говорим о полноценном членстве, однозначно нет. До окончания боевых действий это невозможно будет ни в правовом аспекте, ни в практическом, ни де факто, ни де юра. Поэтому полноценное вхождение в состав Европейского Союза может быть возможно для успешного голосования по принятию только после окончания боевых действий. Кроме того, это результат еще большой работы переговорного процесса, который должен произойти, учитывая, что некоторые страны против вступления Украины на данном этапе. И они видят в этом проблему для себя. Но наиболее сильный мейнстрим движения за то большинство членов Е, чтобы Украина стала в перспективе полноценным членом Европейского Союза. Известно, что в конце месяца будет новый саммит G7. И как вы думаете, будут ли какие-либо новые решения об экономических санкциях? Недавно как раз Евросоюз уже отключил слифт крупной российской банки, в том числе Сбербанк. Что ждать нам на геополитическом уровне от Большой Семерки? В принципе, уже многое, что в плане экономических санкций было введено. Но, может, что-то Европа спрятала у себя в рукаве? Дело в том, что роль санкций очень важна в данном конфликте. Это однозначно. Но мы должны понимать, что санкции больше бьют по простым гражданам России, чем по констракту российского государства, так как Россия продолжает очень много зарабатывать на продаже энергоносителей. Очень большие средства. Это не одна сотня миллиардов долларов. И дело в том, что продолжать мейнстрим движения в направлении санкций, их усиление необходимо. Но я думаю, что главное на саммите услышать об усилении поддержки Украины. Одними санкциями эту войну не остановить, какие бы они ни были. И санкции имеют в основном долгосрочный эффект. Вы должны понимать. Поэтому, я думаю, на саммите будет разговор о том, что еще для Украины может сделать Европа, может сделать мир. Господин Авакин, если вернуться к фронту, какие сейчас продвижения у российских войск, насколько нам известно, в Северодонецке они еще продолжают свое продвижение, и какие успехи у украинской армии на том же юге? Особых продвижений у российских войск нет. Понятно, идут бои, уличные бои в Северодонецке. А сейчас они контролируют где-то 70% территории города. Рядом находится Лисичанск. Я думаю, очевидно для всех экспертов, что Северодонецк сможет теоретически продержаться еще 3-4 дня. Потом они пойдут на штурм Лисичанска. И мы понимаем, что штурмуя такие укрепленные пункты, российская армия теряет свой потенциал. Это очень важно понимать. И максимум продвижения для российской армии, исходя из текущих возможностей, из того количества батальона, тактических групп и техники, которые есть у России, максимум это развитие вокруг Краматорска и Славянска. Я не уверен, что российская армия сможет взять Краматорск и Славянск. Но если Славянский и Краматорск даже будут взяты к концу лета, это будет говорить исключительно о том, что это заключительные операции Российской Федерации, крупномасштабные в этой войне. Украинская армия очень успешно действует на южном направлении Тарвии, в направлении Херсона. Освобожден ряд населенных пунктов. Остановлено наступление россиян в Запорожской области. И украинская армия ведет успешные позиционные бои на направлении северном. Это историческая территория Слобожанщина, Харьковская область. Вот приблизительно что происходит. И фактически я описал то, что и будет происходить в следующие два месяца. Получается, как эксперты предсказывали, вот эти два месяца, самые ожесточенные месяцы, которые придется украинской армии удержать. Да, июнь это очень тяжелый месяц, очень большие потери. Украинская армия несет, и понятно, что российская оккупационная армия несет очень большие потери. То есть это тяжелейшие бои со времен Второй мировой войны. А как обстоят дела с моральным духом у украинцев? С моральным духом у украинцев все в порядке. Проблем нет ни в сфере мобилизации, ни касательно добровольцев. То есть с этим все нормально, потому что это война за выживание. Украинцы не могут проиграть, потому что для них это не воссоздание иллюзорной империи, для них это вопрос жизни и смерти. Спасибо, господин Авакян, что выделили у нас сегодня время. Надеемся, переговоры с руководителями европейских государств завтра в Киеве пройдут удачно и найдут пути выхода из каких-либо недопониманий между друг другом. И Украина получит то, что ей требуется и что ей необходимо для того, чтобы еще лучше противостоять российскому империализму. Спасибо большое. Я уверен, что Украина победит. Мы все граждане Украины уверены в победе нашего государства. Я напоминаю, что с нами сегодня был Тигран Авакян, бывший заместитель главы МВД Украины с 2014 по 2016 года. И мы будем смотреть, внимательно наблюдать за событиями в Украине, так как нас это тоже очень сильно касается. от успеха Украины зависит также и будущее нашего государства. Прощаемся. Спасибо, господин Авакян. Спасибо большое. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в Ютубе. Спасибо.